На первенство России по боксу среди молодежи одинцовский спортсмен Артем Аганесян попал по личному приглашению тренера сборной команды Виктора Волкова. Став призером первенства Европы, юноша получил отличный шанс пройти отбор на мир, но перед этим усиленные тренировки и сборы. До первенства России мы прошли пять сборов. Сборы были в Кисловодске, сборы были в Сочи, сборы были в Усть-Хрустальном. Международный турнир он выиграл накануне первенства России во Владимире. Такая была планомерная и тяжелая работа сделана. Четыре боя, четыре ступени к победе. В Оренбурге на ринг вышли более 200 спортсменов из 60 регионов России. По словам Артема, самым сложным было войти в соревновательный ритм, а затем все пошло как по маслу. Один соперник сменял другого. В финале противник сильно нервничал, предвкушая встречу с напористым и бескомпромиссным Артемом. В финале Белгородский боксер был у него, который не хотел боксировать, который сбегал, убегал. И даже вот в угол после первого раунда пришел Артем и говорит мне, я нормально вообще боксирую, он от меня бегает, и ничего у меня не получается. Я говорю, да все нормально, ты не бросайся, не кидайся. Если он не хочет, зачем за ним бегать? Победу нам отдали, безоговорочно он выиграл, потому что в полуфинале Артем нокаутировал москвича и очень сильным ударом снизу. Он левша, правосторонние стойки, слизу попал прям в подбородок. Это видел противник в финале, поэтому сложно. И как бы начал избегать бокса. У меня в финале такой соперник был, ну, не атаковал, двигался, не знаю, какая у него тактика была. И получилось так, что нам еще плохие перчатки выдали, и ударил как-то так. Ну, я почувствовал, прям на секунду палец, анимел и спустил его сразу. Потом, ну, вот и все прошло. Потом снимаю перчатку и смотрю, не могу палец выпрямить. Ну, больно сначала не было, на следующий день только начал опухать потихоньку, но я сразу понял, что он сломан. Золото всероссийского первенства, гипс и две недели каникул. По возвращению Одинцова спортсмена перевели на щадящий режим из-за полученных травм. Однако в зале бокса Артем по-прежнему частый гость. Тренеры в один голос твердят, о таком ученике можно только мечтать. Ответственный, выносливый и трудолюбивый. После победы на первенстве Европы родители разрешили сделать тату. Надпись на руке гласит «Через терни к звездам». Это про Артема. Надо готовиться упорно, но и правильно, чтобы не перетренироваться. Поэтому буду слушать своих тренеров. И сочковать это не мое, буду пахать. У него гипс на одной из рук. Врачи говорят, что снимут 3 мая, и мы начнем уже плодотворную работу. Хотим до июля мы где-то турнир какой-то найти, потому что большая пауза, она недопустима будет до сентября. Нам надо будет где-то побоксировать. Будем искать и будем что-то думать уже совместно с тренером из сборной. До первенства мира остались считанные месяцы. Соревнование пройдет в Санкт-Петербурге, и это вселяет надежду на благополучный финал для россиян. У Артема из Одинцова есть все шансы стать лучшим. Тем более, что боксер, как истинный победитель, признает только один результат. Первый. Мария Подъепольская, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова